всем привет дорогие друзья с вами я макс и это подкаст на тему wdc 2014 и в принципе знаете я хотел этот подкаст записать еще 3 числа сегодня 5 же июня то есть но задержался и вообще знаете я подумал о том чтобы записывать каждую неделю подкаст о новостях apple и выкладывать на канал и в принципе даже может быть буду заливать в итюнс хотя на мой взгляд знаете в итюнс наверное заливать пока это не рентабельно просто за счет того что ну надо будет мало слушателей наверное хотя если вам интересен подкаст в моем исполнении то ставьте лайк и пишите в коммент в принципе поговорим о wdc наверно затронем тему сначала айс 8 потому что ну лично для меня самое главное было это айс 8 потом уже поговорим о всех событиях насчет айс 8 есть полный обзор на канале в принципе и знаете вот кто послушает этот подкаст будет во первых молодец во вторых он знает что знаете я пытался я это записал еще знаете на мой взгляд никто как получилось так на мой взгляд не очень наверное ну вот хоть как-то но получилось просто найти в моих планах было намного грандиознее делать я хотел это все с захватом экрана сделать и знаете я записывал очень много всего-всего но даже с захватом экрана но программа рефлектор и пожалуйста не пишите мне в комментариях что вот на windows лучшая версия версия у меня вообще не работает он просто кажется так вот рефлектор меня почему-то кидает как я понял то есть он не хочет сохранять видео то есть он пытается экспортировать его сразу выдает ошибку то мне кажется это не за ios 8 но я его переустановил думаю ну я надеюсь все будет нормально в будущем постараюсь что-то с этим делать но пока он вот не знаю что с ним не знаю реально так вот пытался записать много раз обзор но тем не менее вообще вот такие дела не очень получилось давайте расскажу о с 8 на самом деле с 8 мне в принципе понравилось она действительно отличается от 7 пока что у меня к сожалению и негативные восприятия но негативное восприятие так быть и во первых мой любимый клиент для просмотра ютуба это mc туб просто москва просто клиенты рекомендую всем так вот он вылетает он вылетает когда допустим я хочу сменить качество видео он вылетает когда я хочу загрузить он тоже вылетает так вот это не есть good на мой взгляд в принципе пишут мне в вк почему мне пишут вк извиняюсь пишут вк так так вот это не есть good что он вылетает а стандартным клиентами я пользовался это вообще не просто днище какой-то я не ожидал я знаю что он такой и так он какой-то ну не знаю какая-то жесть там но чтоб настолько не знаю это уже код реально бред так что у ребят ну вот вылетает программа крашеного это я в обзоре сказал так зачем не пишут только парнем не суть так вот крашется приложение и в столь крашится и не получилось у меня вас диктейшен запустили у меня все были какие-то проблемы с айфоном в интернете то есть во время обзора так что не суть ну ладно так вот что еще хотел бы сказать мне не боюсь 8 в принципе но на мой взгляд могли бы функции поставить как-нибудь побольше что ли сделать но вот я лично жду когда можно будет альтернативные клавиатуры ставить я в принципе прям не фанат альтернативных клавиатуры вообще знаете не думаю что многие подписчики знают но у меня андроида вообще никогда не попался знаете у меня было ноги у меня был симбиан ну вот я знаете симбиана перешел резко на ios и знаете когда я перешел резко знаете в первый день я ну просто я не знаю это было не то что не да а просто не знаю серьезно ну а иос и симбиан в то время это просто для меня был разрыв мозга сегодня конечно с в принципе не то что мне поднадоело совсем но вот я по я сменил а из 5 из 6 из 7 из и уже и с 8 то есть уже четыре поколения да может кто-то был и раньше нету с 4 я не застал и так далее но в принципе это не суть так вот вообще иос мне в принципе 8 версия не понравилась и мне кстати понравился режим в камере таймлэпс на канале еще нет премьера съемки на этом снял небольшое такое кратенькое видео у меня есть в масштабах знаете хотелось бы еще что-нибудь снять потому что реально очень крутая функция она доступна реально на всех устройствах вообще но мне кажется на всех я не знаю на ipad 2 даже есть она значит на всех она есть то есть меня на iphone 4s она есть на моем ipad 4 поколения есть то есть она везде присутствует это и хорошо что еще могу сказать об айс 8 теперь можно сказать если вы скажете хай хай сири то устройство оживет я сейчас попытаюсь это сделать своим айпэдом хай сири хай сири но в данном случае айпэд у меня почему-то не жевать но у меня проблем с произношением я это в принципе знают хай сири вот звезда for today я не знаю вы слышите это то есть вот такая вот сири запустили ну ладно не суть просили добавить воздиктейшен на русском но это уже шажок на мой взгляд то есть возможно возможно к релизу ну почему бы и нет то есть допустим в бете 6 или в 5 быть и допустим раз добавят русский язык может быть даже во второй на мой взгляд кстати 2 об это будет намного плавнее чем первое но это где-то в примерно ну в раз не знаю реально будет плавнее оценить так не могу потому что во первых добрали программу программу бак репорт а ее не будет в обычной релизе системы только в бете то есть вы сможете то есть разработчики это сугубо отмечу для разработчиков чтобы вы вот сейчас я пользовался айпэдом пока пишу подкаст просто так вот он у меня перезагрузился но это в принципе знаете если реально на ее 7 были частые или спринг или буты и так далее то здесь в основном просто вылетает программа то есть вот самая большая претензия это чтобы программа не вылетали реально что еще хотел бы сказать насчет ее 7 стоит ли ставить но это говорил в обзоре но тем не тем не менее в принципе вообще ставить в принципе стоит и реально почему нет думаю здесь мы закончили с 7 в принципе реально система в принципе на мой взгляд удалась и те же альтернативные клавиатуры это реально уже что-то но мне интересно было бы попробовать свайт на с хотя в принципе все люди с джилбрейком сейчас будут смеяться но неужели но я тоже бы посмеялся потому что я тоже джилбрейкер такой со стажем да то есть я по-моему все айс которые у меня были все в джилбрейку но к сожалению сейчас на восьмерку не джилбрейка кстати iphone 4 опять же не поддерживает айс 8 кстати на iphone 4 можно было всегда поставить джилбрейк потому что в 2010 году один хакер нашел и я вот к сожалению ник уже не помню но он очень известный в принципе был в свое время но тем не менее он сейчас почему-то забросил вообще изготовление джилбрейк только для из 4 в основном старался так вот нашел уязвимость на самом деле винком тоже нашел уязвимость но вот прожил говорят что джилбрейк немецкий хакер как раз и как и у него никто я к сожалению не могу произнести он нашел уже сказал что без проблем можно сделать джилбрейк если вам хочется в принципе хотя мне кажется опять же где-то только зимой мы увидим джилбрейк не раньше мне кажется так что ребят придется потерпеть но в принципе мне кажется уже с восемь будет уже намного лучше чем осень в день в рейс на мой взгляд давайте поговорим про о стенде 10 10 юсуф и сума это или как надо к сожалению я не владею маком поэтому по первых правильно произнести я это не могу потому что почему потому что первых сама система мне ну так знаете я хоть я хотел купить mac но сейчас я смотрю на это и у меня сердце крови мягко скажем обливается потому что ну были ну раньше кстати в принципе система также выглядела здесь посмотрите первые версии самые которые были там был док не такой как сейчас где в маврика 10 9 а такой как сейчас сейчас в 10 10 как бы она там не называлась и юсу майт не ребят я лучше не буду произносить это вслух просто будем говорить 10 10 так вот там был такой док тоже такой плоский но он был знаете потому что компьютеры были не такие сильные чтобы отрисовать графику да и произведение интерфейса зачем терять а тут он просто ради блюра прозрачности но не знаю все это конечно субъективно вот пишите кстати владельцы маков есть мне кажется есть такие люди которые мне смотрят наверное я надеюсь на это что как вы это лично представляете вот вам понравилась и система будет ли вам нравится но вот я купил ноутбук на windows 7 я до сих пор сижу на windows 7 при этом за windows 8 и 1 надо платить я деньги за такую фигню не хочу платить хотя я ставил себе бетку еще когда в прошлом летом когда была только превью версия попользовался ну не скажу что прям совсем совсем плохо все там но кнопки пуск это просто жесть это в восьмерке там вообще-то кнопки пуска нету а в 8 и 1 это какой-то кошмар то есть ну говорят что в девятой версии якобы нормальную кнопку пуска замутят все-таки нам но не знаю в принципе меня что-то понесло дашь темы wwdc но знаете это всегда так когда если вы слушаете мой подкаст то надо привыкать к этому ну ладно вернемся ну тут мне нечего сказать опять же пусть пользователи мака напишут свое мнение я поскольку я пользовался стенд 10.8.2 это у нас был по моему лилом если не ошибаюсь так называлась система или как она все не помню уже то есть но в общем то я пользовался хакинтошем но здесь это конечно уже другая история но тем не менее насчет давайте поговорим на на программ на языке свифт то есть сладенький язык такой свифт у нас почему во первых его представили вообще язык программ как понимаю очень легкий то есть для многих кто делает приложение это будет вообще просто красота показали еще технологии metal многие же кстати ждут я уже читаю комментарии о том что вот ждут metal технологии в принципе за wwdc которые показали но на мой взгляд конечно в скором времени как ios 8 выйдет вообще будет маст хэв и возможно даже на старых устройствах улучшит производительность тех же игр допустим на вашем айфоне 4s или ipod touch или вообще на устройствах опять допустим вот эта технология будет хотя немножко не понял к сожалению это только для apple асиме или вообще но мне кажется для всех платформ для всех процессоров ну допустим если у вас будет технология металл вы сможете действительно побыстрее отрисовывать там текстурки и все прочее допустим просто предполагали то есть вот насчет металл вот такие вот дела не показали почему на wwdc никаких нам новых новинок железных там а его очень предполагали что пока что это все будет скорее всего сентябре причем я могу так догадываюсь что могу предположить что вообще будет все только на презентации но а его чуть будет на презентация айфона потому что мне кажется посвящать отдельную презентацию и ну не знаю есть только к айпаду не знаю но отдельную презентацию ради а его очень не знаю насчет кстати здоровья конечно с 8 появился хэлф не хэлфбук как предполагали а просто хэлф но при этом он по сути в бетке не работает ну я не знаю пишите в комментариях вот я слышал что он не работает в бетке но мне к сожалению нет никаких браслетов ничего такого потому что я бы рад за своим здоровьем следить да просто я хочу дотерпеть до а его очень потому что там я смогу уже конечно получить выжать из этого аксессуара по максимуму в принципе сейчас единственное что меня конечно устраивает на рынке из вот из всего galaxy gear все вот это все фигня я бы если честно бы и брал что-то я бы брал на джабон аппом но nike few band уже в могиле вы мягко скажем хотя вот плюс то что там есть такие часы но все же я бы наверно взял джабон апп и вообще не парился бы по этому поводу то есть вот такое wdc у нас было кстати насчет вообще когда выйдет вообще 2 бета из 8 я ее очень сильно жду и на вторую бету если вспомнить когда вышла с 7 бета 2 то она вышла 10 буры релиз как я помню то есть был wdc было 10 июня в прошлом году то есть далеко больно скажем так поздно так вот вторая бета по-моему было через десять дней что или восемь дней ну где-то вот так не то ли больше то ли меньше недели где-то на на 10 дней так возьму и вот мне кажется где ты может быть двенадцатого числа либо десятого где-то вот так вот мы в аккурат увидите мою 8 бета 2 и на вообще хотелось бы еще надо поговорить об айфоне 6 в принципе раз уж а wdc скажем так свернули тему тут больше ничего интересного там не показали а вот об айфоне 6 и айподе touch 5 и вообще touch 5 почему я сказал этот touch 5 айпо touch 6 и вообще буду ли обновляться вы знаете такой вопрос я всегда хотел поделиться своим мнением просто это сугубо мое мнение в принципе вы можете его не не придерживаться и не быть сторонниками потому что знаю что у меня даже люди с android смотрят и в принципе здесь полный паритет насчет android опять же говорю тоже насчет плохого ничего системы сказать не могу потому что первых но чтобы так я пользу пользовался вообще единственное что android не признаю только на планшетах реально я лучше не знаю ну блин лучше никакого планшета чем планшет на андроиде поверьте мне я а так на телефонах в принципе все ок то есть сейчас телефон на андроиде в принципе догнали айфон по функционалу ну кстати сейчас статистика говорит что почти что каждого третьего компьютер от apple то есть мак планшет от apple то есть ipad а телефон от какой-либо андроид фирмы потому что но iphone всем походу не угождает только экраном но в принципе мне кажется на презентации в сентябре мы конечно увидим большой iphone 6 и вообще вот тут у меня стоит маленькая загвоздка что мне купить я очень долго думал взять ли мне допустим iphone 6 но вот с другой стороны как-то не знаю с другой стороны взять может быть мне там например какой-нибудь ipad air 2 с которым кстати будет тача иди тоже но тем не менее и тут еще думал я об айподе тач 6 хотя знаете я если честно походив с айподом тач 4 поколения меньше не меньше даже год год один год по-моему ровно я с ним отходил даже не ровно чуть больше так вот я с ним настолько намалился на этим не общись ним я на ipod touch вообще сейчас даже смотреть не хочу хотя с другой стороны знаете по сути эргономики очень хороший девайс то есть смотрите вы сегодня покупаете допустим в сентябре вы покупаете ipod touch 6 с процессором apple a7 но у меня были у меня предположение что-то заговаривались ну ладно окей предположение что он будет с apple a7 там будет камера 8 мегапикселей и один гербайт оперативной памяти то есть устройство ну по в принципе это iphone 5s по начинке да ну в принципе знаете мне кажется сюрпризы не случится хотя в принципе с ipad mini 2 поколения так и случилось то есть там был процессор а7 хотя мы ждали хотя бы процессор а6 то есть так что здесь полный пилитет по мне кажется все таки а7 поставят в это устройство так вот в принципе ipod touch получается очень таким знаете заманчивым предложением виде смотрите покупать ipod touch 7 допустим и смотрите что у вас получается у вас в принципе неплохая начинка на сегодняшний день и на два года в принципе до touch ipod touch 7 извиняюсь какой 6 сейчас то есть ipod touch 7 в принципе можно поддержаться то есть вот этот 2014-2015 он будет вообще просто все игры тянуть без проблем вообще каких-либо такая же ссылочка кстати к iphone и 5s а вот в принципе уже 2015-2016 поменять в принципе нормально да и стоимость этого девайса всего лишь 13000 рублей за 32 гигабайт на версию если бы если если бы я себе брал то я взял наверно на гига так 64 или вообще на 128 хотя знаете вот если говорить о идеальном устройстве это наверное iphone 6 на 128 гигов и вообще знаете на мой взгляд что в ipod и что в iphone и пара 128 гигов внедрять хотя может кто еще помнит то время когда iphone был вообще только на 32 гига а вот те же самые ipod были на 64 гигабайта ipad тоже на 64 гигабайта то есть так что здесь полный паритет на люди хотят 128 мне на самом деле я бы вообще не отказался бы в принципе я бы заполнил это место быстро потому что я часто покупаю программы музыку и игры вообще все 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 то здесь реально полный паритет вообще по этой части то есть но допустим даже знаете вот в принципе их транс тысяч и 15 будет стоить 32 гигабайт версия а там 64 будет 17 стоит и там допустим 20 тысяч будут стоить на 128 гигов то вот здесь конечно будет в принципе нормально сейчас ipod тачка кстати я бы не рекомендовал наверно покупать уже то есть потому что он уже в 2015 году грубо говоря все канет в лето то есть его уже не будут поддерживать на него не будет ios 9 и ну так же вообще сейчас знаете вся линейка процесс вся линейка устройств процессор а5 просто последний год на мой взгляд и жил и желает скажем так реально живет что за интересное слово изживает на живать свой век ну ладно допустим тему про это слово так вот последний год живет то есть процессор а5 ну уже действительно старички все-таки 2011 год первое вообще устройство которое было представлено это ip2 и представьте ip2 ios 4 ios 5 ios 6 ios 7 и ios 8 5 ios 5 лет может ну не не пять лет это я уже тут вру пять прошивок то есть представьте 5 прошивок это просто вообще жесть это ну четыре года у меня есть друг который купил ip2 когда он только-только-только вышел он попал он посидел на всех ios он сейчас сидит на ios 8 beta 1 и у него в принципе неплохие ощущения от системы представьте я просто вот если говорить про вот мой ipad у меня ipad 4 поколения у меня он был на ios 6 я посидел на ios 7 у меня сейчас еще будет ios 8 и я в принципе даже могу сказать что у меня будет еще ios 9 то есть без проблем вообще в принципе но а я здесь но учитывая что ip2 получил аж 5 ios то есть 5 прошивок и кстати говорили что якобы вот ipad 2 не получит то есть но на мой взгляд в принципе все тянет почему нет то есть тот же миник и iphone 4s должны получить то и ipad 2 так вот может быть даже а и с 10 то есть представьте это вообще будет не просто москве а вообще но конечно настолько долго она на свой пэт у себя не оставлю потому что у меня сейчас кстати есть мысль о том чтобы просто отказываться прямо от айфона не хочется но вот с другой стороны продать ipad 4 поколения и в принципе купить ipad 2 стача идти со всеми вкусностями со всеми не знаю там прелестями зато тача идти тот же хотя с другой стороны знать ну может быть в ipad 3 может они все-таки сделать новый дизайн хотя говорят что якобы второе поколение ipad 2 ну или шестое поколение вообще ipad станет намного тоньше легче но здесь я ничего не могу сказать а apple a8 тоже станет быстрее мне хотелось бы конечно увидеть что хотел бы знаете увидеть вообще в такое ощущение что и познать и окей процессор это хорошо графическое скорее тоже хорошо но блин почему вы забываете про оперативку реально оперативная память в айлос устройствах один геобайт сегодня наверно мало это плюс 64-битная архитектура плюс а с 7 который ожирает кучу возможностей ну или а с 8 смотря что у вас стоит сейчас а с 8 тоже жирает немало так в принципе памяти если подумать так опять не пишет вк ван потом об этом так вот говоря вообще о памяти мне кажется пора бы хотя бы 2 гига ну да знаете если бы в устройство бы в iphone 6 там вставили представьте просто себе 4 гигабайта то это было бы впереди планета все и и реально было бы круто сейчас samsung тоже как-то странно себя повел в galaxy 55 извиняюсь я ждал хотя бы так ребята извиняюсь короче не знаю на каком месте оборвалась запись но вот просто что перестал записывать микрофон не знаю почему оборвать мысль ну а на этом думаю все хватит уже я надеюсь я не так сильно много говорил без микрофона но тем не менее вот такой небольшой подкаст маленький я постарался не так сильно говорить сегодня надеюсь вам понравилось с вами был я макс подписывайтесь комментируйте ставьте лайки всем удачи всем пока